Поэтому обращаюсь ко всем руководителям. Не халтурьте, не приписывайте и не воруйте те голоса, которые опустит избиратель. Честно считайте и достойно определяйте. Нам не нужны чужие голоса, но свои мы не отдадим. Сейчас 300 тысяч наблюдателей работают на всех постах. Для меня принципиально важно определить, когда электронку говорят, хотя скажите, как мы будем проверять, когда на дому, я сам ходил по домам, даже если вы оденете сапоги и скороходы, вы 25 квартир больше не обойдете. Больше вы не обойдете. А когда приносят, мне говорят, у нас 100-150 или 300, я говорю, оставьте 25, остальные выкиньте на свалку. Это сплошная халтура. А если халтура, это способ высказать недоверие. Мы в прошлый раз в пяти регионах крупнейших не признали итоги голосования. И сейчас предупреждаем всех ретивых, что мы строго контролируем. У нас есть полная запись. Афонин у нас возглавляет эту команду. Мы отсняли все, что можно, и подвели уже предварительные итоги. Вчера, после того, как мы официально в ЦИК заявили, они аннулировали 6 с лишним тысяч голосов на трех участках, где просто сидели и ворну там, бухивали. И сейчас мы еще посмотрели, еще набор большой. В общем, но вся трагедия даже в другом. Сидят учителя, врачи, госслужащие, дедные женщины с детьми. Ее берут за горло, говорят, неси и выбрасывай. Но ей не объяснили, что в любой стране мира это считается уголовно-криминальным преступлением с большими сроками. По нашему законодательству минимум два года тюрьмы. Но сидеть будет не тот, кто приказывал. Он сказал, это я никаких ни письменных, ни устных не давал. Сидеть будет тот, кто бросает. Поэтому не слушайте этих мерзавцев. Спокойно подписывайте протокол после подсчета, так реально сложилась обстановка. У вас будет совесть и ста, а эти мерзавцы рано или поздно или их народ выгонят, или сядут. Поэтому мы за честные и достойные выборы. Я сейчас поговорил с Севастополем. Это для меня один из важнейших районов в жизни. Мой отец начинал войну в Бессарабии, учителем 30 лет. За ДЭС удрался несколько месяцев. В Севастополе мы много оторвали. После пяти аберраций еле выжил. Я в Севастопол ездил поклониться. Там поле-то не только потом, но и кровью моих родственников. Так вот, там сидят ухари, которые даже воинские части ведут под толпой. И заставляют вместе с женами голосовать на одном участке. Я надеюсь, что те, кто отвечает, и командиры с большими звездами, должны понимать, что они творят. И надо иметь в виду, когда вы гоните людей толпой голосовать, они могут вынуждены надо вас выслушать. Но ни на йоту, ни на копейку, ни на грош, от этого к вам не прибавится ни доверие, ни уважение, и тем более стабильность в стране. Те, кто это делают, вот это и есть иноагенты, которые подрывают стабильность страны и не дают возможность исправить ситуацию. Поэтому я к крымскому руководителю и к руководителю Севастополя официально обращаюсь. Мой помощник, полковник Таркнаев, который со мной 20 лет служил, воевал, защищал, пошел там на выборы. У него есть материалы. Он вам послал все нарушения по всем основным участкам. Посмотрите внимательно, примите меры и отзвоните в наш штаб. А так всем желаю успехов и надеюсь, что мы достойно пройдем этот сложный и очень ответственный участок нашей жизни. Спасибо.